Сегодня специалисты ЖКХ завершили монтаж и приступили к украшению 16-метровой елки, которую установили в этом году на повороте на улицу Шевченко. Раньше эта зеленая красавица украшала центр города, театральную площадь. В этом году сменила место прописки. А на ее месте будет новая. Сейчас она в пути из Москвы. На театральной площади будет установлена новая елка, которая сейчас пока в пути. Но не думаю, а к 10 числу мы ее смонтируем. Это будет ель, новая ель, 22 метра длиной, чуть-чуть повыше старенькой. Еще один символ нового года установили в новом сквере села Супсех. Ель уже украсили новогодними игрушками и гирляндами. Продолжаются работы в районе театральной площади. Здесь работают сразу две бригады. Одна монтирует изюминку праздника «Новый звездный коридор» с несколькими тысячами светодиодных ламп. Здесь же расположится зона отдыха. Вторая группа устанавливает светоиллюминацию на самой площади, которая также раскрасит новогоднюю ночь сотнями разноцветных огней. Также установлена ель возле городского театра. Жители и гости с нетерпением ожидают рождественских праздников. Как любой праздник – это мечта. Исполнение желаний. Хочется исполнение всех своих заветных желаний. Мечт, которых всегда у людей много. Мы ожидаем подарков, снега, ну и всего хорошего. Хороших новогодних праздников, отдыха. Новый год ждем всегда. Обновление, надежда на что-то новое, неизведанное, приятное. Это радость, много веселого, подарки, елка. Ну, в общем, новогоднее настроение мне нравится. На планерном совещании глава Анапы Юрий Поляков особо подчеркнул, что праздник должен чувствоваться не только в центре города, но и во всех, даже самых отдаленных районах муниципалитета. Такое поручение получили все главы сельских округов. Все должно быть готово к 10 декабря. Руслан Душевский, Анапа. Регион.